всем здравия сегодня хочу поговорить как становится гений и как получаются глупые люди если вы посмотрите на исторические периоды то люди сами выделяют что вот там энштейн гений ньютон гений менделеев гений и так далее то есть я этих людей гениями не считаю то есть хотелось мне рассказать именно о крайней степени гениальность это как леонардо да винчи ави цена то есть эти люди у них все сферы жизни все виды деятельности все направления были им подвластны чем бы они не занимались у них все получалось и писать стихи и изобретательствовать и медицина и строительство то есть все сферы жизни чем бы они не занимались у них все идеально получалось и так далее то есть эти люди фактически ну опередили свое время на многие столетия а может и тысячелетия даже то есть закладывали такие вещи почему рождаются такие люди как они становятся когда нужно резко дать толчок развитию человечества достаточно нескольких таких людей в определенный период времени до которым закладывается расширенная программа то есть судьба на где человека есть таланты открытые энергетические каналы непосредственно напрямую с нашими учителями у кого-то во сне информация приходит у кого-то наяву информация приходит кто-то медитирует получает информацию у кого-то очень четко развита интуиция он понимает что вот это нужно это не нужно до ангел-хранитель наводит на всю эту информацию целая группа духовных лиц работают сущности до которые наши учителя их направляют и вот эти люди они были да то есть прави цену ченнелинг на канале есть по-моему продавим чем и тоже по вас снимали когда-то давно то есть эти великие выдающиеся люди кто не смотрел можете на канале найти в разделе там да лупа есть пишите на канале и находите название и любому человеку сегодня на земле да если сущности захотят могут прописать хоть все сверхспособности хоть все таланты и когда мы будем видеть такого человека вы просто будете шокированы просто то есть находясь рядом с ним будете чувствовать колоссальную энергетику до колоссальное желание развиваться жить изобретать в голову вообще не ну вот вы представьте да вот вы сидите и идет куча информации вам в голову вы берете просто это делаете то есть вы это видите да вы это слышите вы видите эти картинки да то есть так далее вы никогда это не делали но вы берете и делаете вам показывают как сделать тот или иной прибор там да то есть из эфира там получать воздух из эфира до получать энергию да то есть практически из воздуха новую машину какую-то создать там ракетный двигатель там супер компьютер какой то то есть все что угодно хотя до этого человека это ниоткуда не мог взять этого нет и вот многие то сегодня живет на планете до периодически в голову поступают различные мысли музыканты так пишут какие-то стихи и там компьютерным инженерам приходит в голову как создать супер компьютер какой-то квантовый какие-то летающие машины механизмы и так далее то есть узко направлено это все равно не гений как да ну мини гений если можно так назвать а вот именно в глобальном таком масштабе да когда изначально человеку дается открытая программа там мозг работает я не знаю там почти на сто процентов то есть ну не на сто процентов конечно это не нужно потому что человек левитировать начнет там медитировать считать мысли там и так далее то есть гигантские возможности именно человеку дают канала по которым получают эту информацию и максимально раскручивают головной мозг связано с там с памятью запоминанием там с функциональностью мозга и так далее еще не забывайте что сегодня на земле очень много электромагнитных волн так и естественно это все плохо влияет на мыслительные процессы людей хотя сегодня людей гораздо больше и информацию получить гораздо проще чем раньше было потому что людей во первых на планете было меньше развитых еще меньше было да и посылались такие души как в этом третьего измерения и вот они как раз таки и пытались донести до людей хотят до конца тоже все не понимали еще до какую-то информацию то есть они творили писали поэмы какие-то трактаты различные и вот таким образом до людей доходила информация вообще очень интересно на когда человек на тысячу лет свое время опередил ну это просто потрясающе и также когда мы говорим о людях которые скажем так обделены всем этим то есть изначально программа такая что человек да на самом деле выглядит либо дурачком либо каким-то сумасшедшим с какими-то изъянами то есть человек который плохо все понимает плохо мыслит соображает да это как раз таки есть тоже такие люди которые либо отрабатывают карму либо такие жизненные уроки человек через это должен пройти ему естественно тяжело в этой жизни некоторые это понимают некоторые не понимают в кажется вроде бы что не понимает на самом деле душа все понимает вот приобретая такой опыт либо отрабатывая наказание и естественным бывает программа прописана совершенно различным образом от самых глупых людей до самых-самых гениальных широкого профиля то есть многие люди пытаются обучить своих детей стать более гениальными есть какие-то программы воспитать гения да там школы курсы книги и так далее то есть если человек изначально не может быть гением он никогда не будет да просто вы развиваете правильно ребенка да он быстрее начинает учиться да ему это интересно но опять же он будет жить в рамках своей программы захотят сделать тело бессмертное будет тело бессмертное но это не рентабельно да для сущности столько энергии давать проще переродиться и заново проходить обучение здесь сущности тоже смотрят да то есть если много там всего нагружать как бы да опять же большое потребление энергии идет там до контроль за этим человеком легче могут темные заинтересоваться и так далее это за темных это всегда очень вожделенный объект чтобы захватить его до перетащить перекодировать души на свою сторону и вот таким образом возникают гений да когда изначально сущности ставят миссию какой-то перед человеком что человек должен привнести что-то в этот мир неважно если он сегодня эту книгу напишет а люди поймут то что он написал числом 20 30 50 100 лет все равно это привнесено и таким образом эти люди фактически они просто несут чужую информацию то есть мы сами по себе не являемся в чем-то автономно да то есть мы зависим от более мощной нашей родительской души можно так сказать да от тех сущностей учителей ангелов которые непосредственно с нами работают либо косвенным образом либо напрямую и через нас они как бы меняют этот мир нужно какую-то технологию в ней внедрить раз кому-то дают и человек выдает что-то новое изобретение труды какие-то свои или вообще какую-то вообще новую технологию когда вообще все меняется вокруг либо сущности хотят что-то кардинально поменять они сразу нескольким людям дают там и люди начинают развивать какие-то технологии которые вроде бы уже забыты были и вот эти все вещи они быстро внедряются или там не очень быстро но постепенно до планомерно внедряясь все зависит от плана сущности до что они хотят сделать ну и естественно от других сущностей темных которые пытаются тоже что-то свое внедрить там и они друг друга естественно пытаются помешать ну ведет такая борьба и многие бьются над загадкой да кто такие гене там откуда они берутся там нарушение ли это генов каких-то либо совпадение каких-то генов раз в миллион там лет там до что-то совпадает или там не знаю в тысячу лет неважно на самом деле все гораздо проще да все планируется на небесах все это заранее проектируется планируется и в принципе не так все-таки это сложно сделать потому что мы еще не развитые люди не развитая цивилизация планета поэтому для наших создателей ничего сложного не загрузилась какого-то компьютера энергетического сделал программу проверил и постепенно человек ее реализовывает пишите свои комментарии делитесь своими мыслями если интересно есть тема для видео обязательно с ним ченнелинг или я видео сниму удачи побольше энергии и больше радости в жизни до свидания